приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы наконец-то сбылась наша мечта мы получили наш прибор для приготовления блюд сувид некоторые ошибочно называют сам прибор сувидом сувид это не вот эта вот штука сувид на самом деле если брать изначально эта технология но мы привыкли говорить xerox хотя это бренд машины поэтому давайте условно этот прибор будем называть тоже сувид в результате долгих поисков и одного неудачного заказа на сайте алиэкспресс я все таки склонился бренду мирно сейчас расскажу почему из естественно этим сувидом уже пользуемся мы его уже обкатали мы получили уже такой гастрономический оргазм даже можно сказать от того что он может здесь делать и вот этими вот вещами я хочу с вами поделиться это будет видео обзор почему мир там в первую как бы ну естественно мы как колбасники первый первый раз я узнал о сувиде об этой технологии и она меня заинтересовала для приготовления колбас не зря поставил здесь большой эту емкость тоже сейчас расскажу начал искать варианты естественно сувид который не погружной а с емкостью сразу же отбросили потому что занимает огромное количество места и стоит дорого и остановились на погружном сувиде я изучил ebay алиэкспресс amazon в общем результате заказал на долларов с доставкой шоу мне где-то месяц и неделю пять недель в общем когда он пришел я честно говоря очень расстроился вот не знаю как это выразить простыми человеческими словами да я тупо офигел но реально такое впечатление что китайцы его вот так вот делали двумя левыми руками ну может кому то повезло больше у меня было были отломаны крепления на нижней крышке которая закрывает пропеллер и помимо этого собран он был как-то криво косо в общем результате двух апелляций некоторых споров с алиэкспрессом я его вернул и заморочился ну что же мне делать как же мне купить я понимаю что на ибэе на амазоне та же история мне тут придет тот же товар из того же китая и самое главное если эта штука гыкнется что я с ней буду делать изучил некоторые российские варианты изучил единственный украинский вариант и склонился к украинскому варианту вот сувид мирта сегодня будем смотреть что это за зверь в первую очередь давайте его распакуем кстати он больше своего китайского собрата на 10 сантиметров получаем ну хотя честно говоря украинский бренд но естественно сборка тоже происходит в китае но качество ну пока мне очень нравится получаем мы такую коробку хорошего качества по крайней мере она значительно лучше чем китайская коробка не подумайте что я так вот хорошего качества коробка китайская коробка была просто обычная коричневая коробка из плохонького картона то есть без полиграфии без ничего здесь тут можно почитать какие-то преимущества на общем информацию о производителе непосредственно сам прибор такая вот штука достаточно большая то есть китайский был в общем и целом вот такой вот то есть он был настолько короче и соответственно меньше кронштейн для крепления на кастрюлю очень удобный ну в принципе вот чем удобней чем тот который был китайский здесь вот эта штука которая прижимает кастрюле она закругленная и и резиновая поэтому если у нас вот бортик кастрюли как вот в этой к примеру закруглен она без проблем крепится в китайском эта фигня была плоская и пластмассовая то есть на такой бортик его закрепить невозможно было но за счет того что она плоская сам прибор остановился нехорошо если не сказать раком есть инструкция по пользованию на украинском языке гарантийный талон что тоже немаловажно бренд мирта предлагает гарантию вернее не предлагает а предусматривает гарантию один год по всей украине имеется как они говорят я не знаю не проверял этого более ста сервисных центров гарантийный талон заполнен полностью мне пришел и что самое интересное вот такая вот книга рецептов значит книга рецептов тут ну на мой взгляд рецепты я их конечно все испробую и теперь у нас будет на канале новая рубрика сувид но самое главное что мне вот поначалу здесь очень полезно это таблица таблица температуры и времени также обозначена где-то десятка два рецепта более-менее есть интересные есть такие простенькие вот что меня тоже заинтересовало это крем-брюле даже специально никогда не ел специально зашли в кафе попробовали какое должно быть настоящие крем-брюле но мы дальше будем готовить естественно это будет отдельный рецепт мы вас с ним познакомим друзья сам прибор сделан из нержавейки вот это вот пластмассовая крышечка которая на китайца была отломана она съемная и какой здесь еще прикола она ставится в разных положениях соответственно сопло из которого подается вода можно направлять либо на продукт либо от продукта но все такое здесь пластик не дубовый он такой достаточно мягкий надеюсь будет служить долго сама ручка она тоже не могу сказать что прорезиненная но и не из дешевого пластика из такого очень приятного приятного тактильно сейчас расскажу более детально про органы управления управляется ну вообще кажется второклассник с ним может справиться и самое главное это официальная гарантия все-таки после того что получилось китай для меня официальная гарантия это было ну естественно цена почему почему я остановился на мирте еще один из факторов это цена то есть до 14 февраля этого года на сувиды бренда мир то действует скидка тысячи гривен поэтому при его цене четыре с половиной тысячи гривен сейчас его можно купить за три с половиной тысячи гривен но это 100 евро это практически та же цена по которой я его мог заказать из китая поэтому поэтому вот поэтому у нас есть наш прибор и так давайте более детально разберем что же это такое сувид это нагреватель который обеспечивает циркуляцию и точную температуру точную температуру воды в которой готовится блюдо сама технология сувид вот само слово сувид переводив с французского это вакуум а вакууме мы тоже отдельно поговорим потому что существует заблудить заблуждение что если нужно покупать сувид то обязательно нужно покупать вакууматор это не так в общем этот прибор представляет из себя кипятильник с вентилятором который обеспечивает циркуляцию воды в кастрюле в которую мы его помещаем и микропроцессорного блока управления поддержания температуры значит у него две задачи это поддерживать точную температуру допустим если нам надо готовить я возвращаюсь своим колбасам потому что изначально я хотел купить сувид именно для того чтобы готовить вареные и варенокопченые вареножаренные колбасы так вот если мне надо поддерживать точную температуру там 69 градусов для варки колбасы я здесь выставляю температуру если я готовлю какое-то другое блюдо я могу еще и выставить время и допустим я знаю что стейк вот мы сегодня будем готовить стейки и разбирать почему стейк в сувиде значительно лучше чем стейк на сковородке и значительно вкуснее я вам покажу это фантастика когда первое что я сделал когда мы получили сувид я говорю все давай готовить стейки ларисе мы приготовили стейк и конечно когда его разрезал увидел что получилось у меня глаза на лоб полезли да так о чем я про вакуум расскажу отдельно в чем технология до сувид переводе с французского означает вакуум эту технологию впервые в начале двадцатого века придумали французские повара придумали для того чтобы при приготовлении блюда можно было по повара естественно высокой кухни можно было четко получить температуру приготовления при этом ну когда мы допустим жарим мясо на сковородке да у нас снаружи мясо имеет нам достичь внутри куска мяса температуры 55 градусов допустим внутри стейка но снаружи он у нас зажаривается прогревается до 200 градусов и только тогда внутри у нас температура 55 градусов для того чтобы приготовить мясо вкусным действительно вкусным нам надо его равномерно прогреть именно до 55 градусов и вот именно для этого была придумана эта технология сувид помимо мяса помимо колбас с помощью сувида можно готовить ну такое огромное когда в принципе можно готовить все допустим овощи тепловая обработка овощей мы получаем овощи мы их не варим воде мы их варим в пакете при точной температуре мы не убиваем не расщепляем никакие минералы и с помощью воды не вывариваем из овощей все полезные вещества любое мясо допустим куриную грудинку тоже получается бомбезно мы приготовим вам покажем рецепт куриной грудинки она получается на куриная грудинка вы знаете очень сложное блюдо сложно ее приготовить сочную она получается всегда сухая в сувиде получается просто потрясающе и самое главное когда мы готовим мясо при тепловой обработке у нас из него не соки непытательные вещества не уходят в воду или в бульон или на сковородку пригорая превращаясь холестерин мы получаем чистый вкус продукта мы не вымываем из него ничего в общем это фантастика я вообще в восторге от этой штуки друзья и вот непосредственно у нас много подписчиков колбасников непосредственно для вас как это можно использовать господа колбасники при варке колбасы у меня есть вот такая вот емкость сюда поместится то есть эта емкость гастро емкость gm1 она бывает металлическая бывает из поликарбоната металлическая у меня просто есть а если вы будете покупать специально рекомендую из поликарбоната почему потому что потери тепла значительно меньше у поликарбоната таким вот образом собираем прибор устанавливаем на бортик емкость можно с краю бортика потому что сопло куда будет двигаться поток воды мы можем направить в любую сторону и все и мы здесь можем варить колбасу то есть любую колбасу варенку пожалуйста варенокопченую пожалуйста вы получаете точную температуру нам надо прогреть колбасу то есть что происходит когда мы варим колбасу на плите мы берем кастрюлю ложим туда тарелки чтобы колбаса не прикасалась к дну кастрюли потому что там температура значительно выше соответственно мы получаем отек моментально мы играемся с там с газом или с крутилкой на электроплите потому что чуть-чуть мы прозевали температуру то есть нам надо допустим варка при температуре 69 у нас 75 у нас уже начал образовываться бульонный отек а прощелкать ну это как поверьте у меня большой опыт прощелкивания колбасы здесь вы выставили температуру 69 градусов если вы уже готовили такую колбасу выставили время вы забыли абсолютно обо всем у вас во всем объеме воды в котором будет вариться колбаса будет температура 69 градусов да на такой большой объем то есть в эту емкость максимальный кстати объем усу вида 15 литров максимальный объем жидкости с которой он работает по документам но мне кажется что справиться с 20 ну хотя насколько будет холодно в помещении может и не будет успевать справляться написано 15 экспериментировать не будем мощность нагревателя 800 ватт так вот эта емкость 20 литровая грубо говоря если мы сюда помещаем 10 палок колбасы или там три килограмма сосисок нам надо будет долить еще литров 5-6 воды и у нас получится идея идеальные условия и для колбасы и для сувида это вот то что я хотел показать колбасникам ну и при том чтобы избавляемся от всей этой свистопляски от танцев с бубнами с кастрюльками с тарелками за 100 евро я считаю что это просто потрясающе и так друзья как же это работает набрали в кастрюлю 4 литра водички фиксируем сувид на борстике мы же договорились этот прибор называть сувидом на самой вот этой вот образно говоря ноге есть две отметки минимум водичка сейчас чуть выше минимума и максимум отметка до которой его можно погружать как сделать чтобы было видно вот так вот мне кажется чуть чуть ближе сюда чтобы было видно мне надо показать органы управления включаем в электрическую сеть естественно и у нас появился вот такой экран установка температуры допустим устанавливаем температуру 69 градусов колесиком нажимаем старт у нас задана температура 69 градусов как видите началась циркуляция то есть вот это вот помпа водяная начала гонять воду по костюле соответственно нагрев происходит равномерно температуру можно изменить допустим что-то поменялось так вот все просто работает органы управления вообще минимальные 65 я установил теперь нам надо установить время выбираем часы допустим два часа выбираем минуту три минуты и больше ничего не нажимаем время установлено сейчас на несколько раз мигнет и пошел отсчет показывает текущую температуру воды здесь показывает оставшееся время и оставшееся время меняется с заданной температурой воды кастрюля по поводу кастрюли вот кастрюля с четырьмя литрами воды нагревается до температуры 69 градусов где-то за 17 18 минут мы уже засекали проверяли вообще прибор настолько прост в управлении и самое главное ну вот что мне больше всего нравится сейчас будем готовить стейки над этим всем не надо стоять просто включил и забыл он просигналит когда когда придет время и так с управлением разобрались как я показал все элементарно просто теперь хочу развеять мы сейчас приготовим три вида стейка я хочу развеять один из самых главных мифов которые останавливают очень многих людей в том что если покупаешь сулит то надо обязательно покупать вакууматор это неправильно мы уже поэкспериментировали наэкспериментировались совершенно одинаково получается что в вакуум пакете что вот таком вот zip пакете сейчас вам покажу если меня говядина говяжий биток как вы знаете говяжий биток одной из самых один из самых неудачных вариантов мяса для стейка потому что он совершенно не имеет никакой мраморности он очень сухой и приготовить его именно сочным мы будем делать медиум рэр наверно медиум рэр температура приготовления для стейка медиум рэр нужно температура приготовления 56 градусов вот так вот это мясо очень трудно приготовить вкусное сочное почему потому что она совершенно не имеет прослоек жира смотрите я режу совершенно одинаковые куски это немножко неровный получился ему подровняю чтобы никто не сказал что я смогли смахливал сейчас сделаем крупный план чтобы было хорошо видно три совершенно одинаковых кусочка беточка говяжьего посолим его а один я солить же не буду один я буду жарить на сковородке поперчим один мы готовим вакууме по классической технологии сурит один мы готовим в зип-пакете один мы готовим на сковородке надо было вначале наверно масельцем а потом уже солить перчить я лоханулся чем с другой стороны сделаю так и сделаю так этот кусочек у нас идет в вакуум сейчас мы его тут же завакуумируем завакуумировали этот помещаем зип-пакет а этот оставляем для гриль сковородки температура у меня выставлена нажимаем старт выставим время 2 часа смотрите единственный нюанс когда мы помещаем в зип пакете то есть вакуум мы просто забросили и все когда мы помещаем зип пакете опускаем плавно пакет чтобы из него естественным образом вода выдавила воздух вот так вот и теперь его закрываем и получили практически практически он и не закрывается туда перец попал он теперь не закрывается ну и ладно дай мне прищепочку пожалуйста все друзья я поместил два стейка в емкость они готовятся вот зип пакет чтобы он не упал вот так вот прищепочкой прищепили и все они готовятся у нас по технологии су-вид температуру я установил 56 градусов время приготовления 2 часа и все я забываю об этом приборе через два часа он мне просигналит что время пришло и тогда мы приступим к приготовлению это мясо мы просто поджарим на сковородке эти два куска мы она у нас уже будет приготовлено мы ее только обжарим на гриль сковороде для того чтобы получить красивую корочку как положено у стейка а потом разрежем и посмотрим что у нас получилось так друзья мяско которое мы готовим по технологии су-вид оно уже подходит готовности сейчас я пожарю обычный стейк по классической технологии я посыпал мясо перцем ничем его не мариновал обжарю буквально по несколько минут с каждой стороны и посолю через минуту переверну с этой стороны можно посолить точно так же сделаю еще два раза чтобы у нас рисуночек на стейке получился крест-накрест жарили классический стейк на сковородке отправляем отправляю его в такую вот кастрюльку и в духовку разогретую до 180 градусов на 11 минут чтобы получить медиум рэ теперь перейдем к нашему мяску су-виде достаем мяско из пакета можно выключить прибор первое у нас будет первый образец тут такой сок мясной это просто нечто и вот это мясо оно уже полностью готово сок у нас пойдет на соус к стейкам но это отдельно хочу его промокнуть чтобы красиво зажарить и второй кусочек из вакуума лариса подай мне пожалуйста ножницы причем таблица говорит что говядину толщиной два с половиной сантиметра надо готовить два часа но вот я готовил меньше я поместил в один из кусочков мяса щуп какая божественная подливка здесь и готовил полтора часа промакиваем его и на сковородочку друзья сравним наши стейки с у-виде и по классической технологии сковородочка разогрелась и давайте обжарим эти кусочки тот который готовился в вакууме у него вот такие вот более круглые края так как вакуум его сдавил поэтому мы их не перепутаем обжариваем тоже буквально по несколько минут обжариваем на сухой сковородке только нам надо получить мясо уже готово нам надо получить красивую корочку зажаренную буквально по полминуты с каждой стороны может полминуты и мало может надо минуту друзья под видео я размещу ссылку на таблицу температур и времени приготовления блюд в ту-виде очень интересная таблица если будет интересно посмотрите и естественно естественно ссылка на акционный товар ну вот я пытался договориться с продавцом чтобы для наших подписчиков была скидка какая-то дополнительная для подписчиков для зрителей но они аргументировали что сейчас у них очень большая акция тысяча гривен скидка вот акция закончится и они дадут нам специальную скидку но я не думаю что она будет больше чем тысяча гривен тысяча гривен это почти 25 процентов скидка поэтому если вас прибор интересует его действительно лучше покупать сейчас до 14 февраля пока действует эта акция ссылку именно на страничку там в реакции я тоже размещу в описании этого видео обжарили мяско теперь перевернем его вот так вот чтобы получить красивый рисунок ну и собственно говоря сделали еще раз такую же комбинацию и будем пробовать буквально я буквально вы видите по 40 по 50 секунд я его обжариваю только чтобы немножко получить корочку чтобы оно чуть-чуть прихватилось итак наших три подопытных первый сувид в вакууме второй сувид в зип-пакете третий по классической технологии на сковородке потом в духовке давайте будем разрезать первый разрежем в вакууме посмотрите друзья какая красота просто божественно совершенно равномерно полностью немножко чуть-чуть розовенького сока посередине но просто идеально приготовленное мясо давайте смотреть на второй совершенно тот же эффект нежнейшее просто нежнейшее волоконка к волоконку и чуть-чуть чуть-чуть розового сока видите выступает вот то что я люблю мясо не розовое но чуть-чуть проступает сок потому что розовое мясо я все-таки не очень люблю теперь давайте посмотрим по классической технологии и вот что мы здесь видим снаружи мясо приготовилась изнутри оно видите по структуре совершенно сырое то есть из-за того что хотя мы его готовили ну по классической технологии но вот здесь вот оно сырое оно на 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 тактильно даже сырое совершенно при этом если его держать дольше вот здесь вот реально кровь выступает если его держать дольше то оно пересушится то есть оно приготовится но снаружи это будет совершенно совершенно пересушенный кусок мяса давайте попробуем и расскажу вам о ощущениях итак друзья пробую мясо приготовленное в вакууме мой главный дегустатор не лезь на стол не лезь а то получишь вообще идеальное мясо и божественное на вкус и теперь мясо приготовленное в зип пакете я просто ну фанатею от этих разрезов у меня раньше не получалось приготовить вот так вот стейк чтобы он был настолько идеальный ну говяжий стейк сложно испортить вот следующее видео мы будем снимать о куриной грудинке вообще друзья у нас будет теперь отдельная рубрика я не помню говорил я или не говорил посвященная рецептам сувид поэтому подписывайтесь на наш канал будет интересно ничем не отличается совершенно ничем не отличается поэтому если у вас есть стереотип что для того чтобы готовить вкусную еду сувид вам нужен не только сам прибор для сувида но и вакууматор я вот сейчас вот развеял этот миф мясо совершенно одинаковое этот стейк я даже не хочу пробовать потому что знаю что он сыроват сыроват ну вот я вижу в нем он реально сырой он такой ну не знаю с кровью не люблю я и резиновая середина но снаружи он снаружи он приготовился а внутри он совершенно не готов не портил у вас специально чтобы ну можно было там специально засушить и показать вот разница я действительно люблю готовить стейки делаю это часто считаю что делаю это хорошо но разница существенная разница существенная в том что этот стейк классический он снаружи готов изнутри он вообще rare вот этот вот классический медиум rare просто классический ну нравится мне очень нравится эта технология друзья надеюсь что вам тоже понравится поэтому как уже говорил ссылка на сам прибор в описании видео заходите если вам интересно заходите покупайте со скидкой изучайте мы для вас готовим очень много рецептов ну готовим у нас проект вот мы в проекте будем делать очень много рецептов в су-виде поэтому если вы купите прибор поверьте бы сделал он у вас лежать не будет будет интересно ну и надеюсь друзья видео было для вас полезным подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх а мы будем снимать для вас новые интересные материалы всего доброго пока